Мы тратим очень много усилий, чтобы формировать и развивать ум человека после его рождения. Можно ли, на ваш взгляд, формировать ум человека еще в утробе? Вот мой вопрос. Где формировать? В утробе. Воу-воу-воу. Беременные есть? Вы можете не знать этого, и, возможно, на севере страны это практически полностью исчезло. На юге в деревнях что-то еще сохранилось, но и там этого уже почти нет. Если вам об этом неизвестно, то еще до зачатия, и с момента зачатия, и на разных стадиях беременности и родов, и пока мать кормит ребенка грудью, в этой стране существует целый сформировавшийся процесс. Как женщина должна питаться, что она должна делать, с какими людьми общаться, на какие формы смотреть, на какие не смотреть, какие звуки слышать, какие не слышать. Все это очень серьезно учитывалось. Но мы также должны понимать, что жизнь изменилась. Сегодня женщины ходят на работу. Несмотря на беременность, им приходится ехать в этих ужасных переполненных автобусах и все прочее. Разные испарения, разные звуки, разные шумы, грубое отношение, они подвергаются чему угодно. В какой-то мере тому же подвергается и плод в ее утробе. В нашей стране или в мире нет такой работы, где можно уйти в отпуск на полтора года, чтобы соблюсти нужные условия. По разным причинам мы не уделяем достаточно внимания производству следующего поколения людей. Мы не уделяем этому достаточно внимания и за это придется платить. Со временем мы заплатим огромную цену за это. Но мы определенно не уделяем этому достаточно внимания во всем мире, не только в Индии. Потому что мы создали социальные условия, которые не дают женщине возможность посвятить этому столько времени и внимания. Беременность – это не просто размножение. Мы в буквальном смысле производим следующее поколение людей, не так ли? Не является ли это самым важным производством из всех, что существует на этой планете? Производство замечательных людей для следующего поколения. Разве это не самое важное? Но мы создали социальные и экономические условия, которые не позволяют заботиться о таких вещах. Отдельные женщины или семьи еще могут об этом позаботиться. Но для общества в целом это невозможно. Потому что все изменилось. Нельзя просто так вернуть все обратно. Возможно, вам неизвестно, на что способен интеллект этого тела. Если женщина рожает мальчика, она производит грудное молоко с соответствующими свойствами. Если она родит девочку, свойства ее молока будут совсем другими. Если родит двойняшек мальчика и девочку, одна грудь будет давать молоко для мальчика, другая для девочки. Вот каков уровень интеллекта, вложенного в это тело. Мы должны уделять этому огромное внимание. Это не какая-то грубая машина. Это самая утонченная технология на планете. Не так ли? Да или нет. Это самый утонченный механизм во всей эволюционной лестнице. Миллион лет работы, которую природа проделала. Чтобы создать его. В нашем стремлении к экономическому благополучию, я думаю, мы не уделяем этому столько внимания, сколько нужно. Той заботы, которая требуется, чтобы вот это могло функционировать в своей наивысшей возможности и производить следующее поколение людей на уровне. Так как развивать мозг ребенка еще в утробе? Очень важно, чтобы плод формировался в правильной атмосфере. Минимум беспокойства с правильной реверберацией, подходящими звуками, правильной едой, всем необходимым. Беременные женщины питаются очень скудно в большинстве районов Индии. О каких правильных реверберациях и правильной атмосфере может идти речь? Что же мы можем сделать? В каждом доме, если возможно, на каждом рабочем месте, создать освещенное пространство. Сегодня постепенно появляются инструменты, способные измерять эти реверберации у отдельных объектов. Мы можем создавать освещенное пространство или освещенные объекты, которые она хотя бы в этот период может носить на теле. Это не лучшее решение, но оно до некоторой степени нейтрализует внешнее воздействие, насколько это возможно. Или если она проводит время дома, то учитывается место, где она спит, и другие аспекты. Это может подарить немного спокойствия для новой жизни, которая зарождается в ее чреве. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...